Снимки из прошлой жизни, застывшие в янтаре, это не только красиво и любопытно, но ещё и бесценно для науки. В последнем исследовании к учёным из Китая попали четыре образца янтаря из северной части Мьянмы с ископаемыми лягушками возрастом около ста миллионов лет и неопознанным жуком. Лягушки – это общепринятое название крупного отряда бесхвостых земноводных. В латыни этот отряд называется анура и насчитывает около семи тысяч современных видов и менее сотни ископаемых видов. Лягушки появились около двухсот миллионов лет назад, если судить по известным находкам, в первой половине мезозойской эры на стыке между Триасом и Юрой, но не так много окаменелостей старше шестидесяти миллионов лет найдено в мире. Данные находки из мелового периода расширяют знания ученых об эволюции бесхвостых. Новый вид назвали электрорана лимуа, от латинского электрум янтарный и рана лягушка. А приставка лимуа в честь миссис Мо Ли из города Лицзян в Китае, которая приобрела эти образцы и передала для изучения. Более точный возраст отложений 99,8 миллионов лет, плюс-минус 600 тыс. лет. Длина тела лягушки около 22 мм. Другие находки в янтаре альпского яруса мелового периода указывают на условия влажных тропических лесов в данной местности, в южной Гондване с пресной водой и граничащие с морем. Близость моря в то время подтверждается находками аммонитов и морских острокот или ракушковых. На севере мьянмы было множество находок в янтаре, включающих различные растения, животных и насекомых. Из последних описанных известны папоротниковы, муравьи, ящерицы, части крыльев птиц, жуки, уховёртка, мечта некоторых мужчин и женщин и много других. Кто не в курсе о примечательности уховёртки, напишите в комментариях, я поясню ироническое высказывание. Описанный тип лягушки очень схож с живущими в наше время представителями подотряда земноводных археобатрачия, включающие семейство круглоязычных, гладконогов или хвостатых лягушек и жерлянок. А в целом берманский янтарь это уникальный природный подарок учёным для изучения трёхмерных моделей древней флоры и фауны.